Восемь вечера в Украине. Воскресенье, 22 июля. В материалах корреспондентов подробностей. В студии Александр Хросяник. Сегодня в выпуске. Шанс на свободу. Осужденных Греции и украинских моряков могут выпустить досрочно. Когда? Коммунальная передовая. Почему семьи офицеров, воюющих на Донбассе, вынуждены бороться за право на воду в кранах? Бюрократия против истории. Как вышло, что миллионы, выделенные на реконструкцию Невицкого замка, оказалось невозможно потратить? Большинство за меньшинство? Израиль охвачен массовыми протестами в поддержку ЛГБТ. Из-за чего сыр-бор? Четыре чемпионских пояса и трофеи легендарного Мухаммеда Али. Украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. Победив с разгромным счетом россиянина Мурата Гасиева в финале всемирной боксерской суперсерии. Поединок проходил в Москве. Свою победу украинец посвятил отцу и тренеру. В эти минуты в аэропорту Борисполь готовится встречать чемпиона. Туда отправилась и наша съемочная группа. Греция может уменьшить сроки осужденным украинским морякам. Об этом заявляют в украинском МИДе. По словам замдиректора департамента консульской службы Василия Кирилевича, об этом свидетельствует одно из последних судебных решений. Греческий суд впервые за три года применил наименьший коэффициент. Шесть лет за каждого перевезенного нелегала. И возможно в дальнейшем уменьшить еще до пяти. А это означает переквалификацию статьи и существенное сокращение срока. Для моряков соответственно скорейшее освобождение. Также дипломат сообщил, что на самом деле украинцев Греции осуждают не на сотни лет. Максимальный срок 25. Ранее, напомню, два украинца, Сергей Шваюк и Петр Литвинчук, получили 180 лет тюремного заключения. И сейчас защитники готовят апелляцию. Всего в греческих тюрьмах полторы сотни наших моряков. Кроме того, 16 членов экипажа «Меконг-Спирит» ожидают решения греческих властей на корабле. Их подозревают в нелегальной перевозке оружия. Пока не вернулся домой капитан еще одного судна РС-397. Полтора года проверяли, занимался ли экипаж контрабандой сигарет. И недавно шестеро моряков наконец вернулись домой. Один украинский военный ранен сегодня на Донбассе. С 7 утра враг уже 4 раза нарушал перемирие. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по украинским позициям в Новоалександровке, Зайцеве, Толоковке и Лебединском. Подробнее о ситуации на передовой узнаем от Игоря Левенка. Опорный пункт украинских военных вблизи оккупированного села Петровского. Эту территорию наши армейцы взяли под контроль несколько недель назад. Они закрепились на стратегической высоте. Позиция рылась, скрываясь от противника, маскируясь. Но со временем наконец-то не поняли, что мы здесь и начали действовать. Теперь не бывает и дня без обстрелов. Враг пытается выбить наших военных. Но армейцы надежно закрепились. Отсюда установили огневой контроль над несколькими автомобильными развязками. Теперь оккупантам подвозить боеприпасы не так просто. Она контролирует подъезды в Петровское со стороны Стылы, эту вилку. Она контролирует подъезд к Викторовке. Она контролирует подъезд со стороны Раздольного. И получается дорогу, которая ведет на Староласпу-Новоласпу. А это уже донецкое направление. Позиции украинских войск в районе аэропорта и шахты Бутовка. Солдаты говорят, артиллерия противника пока молчит. Но это мало радует. Боевики интенсивно стреляют из другого оружия. Стрельба происходит. Постоянно. Как? Ну, каждый вечер начинают активизироваться примерно. Часам к восьми простреливают. Работает снайпер. Иногда прицельно работают минометы по пару штук. На Луганском направлении обстрелов меньше. Но активно работают вражеская разведка и диверсанты. Ну, там на перегоне. Отдаются, потому что там ему удобно место переплывать будет. Один из участков, где может пройти диверсионно-разведывательная группа противника, контролируют два бойца. У пулемета Руслан и Антон Коваленко. Отец и сын. Родом из Чегирина. Воюют уже не первый год. Говорят, наемники периодически пытаются просочиться в наш тыл, но безуспешно. Я чекал, чтобы он перешел до дерева. И мухаю на минимум контузия. Чтобы начали лагать. Отец с сыном подписали контракт. Готовы драться за родную землю. Просят только не связывать руки с соглашениями, которые запрещено нарушать только нашим бойцам. Игорь Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. Новые подробности в деле по отравлению новичком в Великобритании. Последний пострадавший выписан из больницы и активно сотрудничает с полицией. На каком этапе расследования и что известно на данный момент, расскажет наш британский корреспондент Светлана Чернецкая. Масштабные поиски смертельного нервно-паралитического вещества возобновились с новой силой. Люди в защитных костюмах и масках наводнили парк в Солсбери. Именно здесь уже покойная Дон Стерджис и ее друг Чарли Роули нашли емкость, которую приняли за флакон с духами. И сейчас судмедэкспертам нужно убедиться, что собраны все возможные улики. А также, что в зеленой зоне не осталось ни малейшего следа от боевого яда новичок. Этот парк очень популярен среди местных жителей. Особенно в выходные и на праздники. Сотни детей обычно играют друг с другом в речке и на ее берегах. Мы надеемся, что обычная жизнь здесь поскорее возобновится. Детективы по делу новичка стали намного активнее неделю назад, когда последний пострадавший пошел на поправку. 45-летнего Чарли Роули уже выписали из больницы. Известно, что ему еще предстоит долгий период реабилитации. В организме Чарли больше нет яда. И он не представляет опасности для тех, кто его окружает. Об этом сообщила Организация по общественному здоровью Англии. Куда увезли Чарли Роули, неизвестно. О месте пребывания ключевого свидетеля по делу о новичке не сообщили даже ближайшим родственникам. Младший брат Чарли надеется, что сможет с ним пообщаться хотя бы по телефону. Это просто ужасно. Сам факт неизвестности очень волнует меня. Я не ем нормально, не сплю. Никогда бы не поверил, что нечто подобное может произойти в моей семье. Но главное, чтобы Чарли полностью выздоровел. Мэттью разрешили только один визит в больницу. С тех пор он брата не видел. Говорит, Чарли еще очень слаб и не может вспомнить, где именно он и его подруга нашли флакон с новичком. Но сообщил, что Стерджис нанесла яд на кисти рук, как духи. А потом емкость треснула в руках у Чарли. Полиция не спешит делиться подробностями расследования. И именно чтобы не произошло утечки информации, Роули не разрешают контактировать ни с семьей, ни с друзьями. Но все же прессе стало известно, что полиции удалось идентифицировать подозреваемых в атаке. И похоже, что Скотланд-Ярд очень близок к разгадке, кто и как применил оружие массового поражения на британской земле. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Темпы строительства дорог нужно ускорить. Такую задачу поставил премьер на совещании по этому вопросу. По его словам, план по дорожному строительству наполовину выполнен. Лучше всего справляются в Волынской, Днепропетровской и Закарпатской областях. А вот в аутсайдерах пока что черновцы и Сумы. В сентябре премьер намерен подвести итог. Пока же, говорит, нужно разобраться с финансами. На что потрачены и где необходимо больше. Когда объекты будут завершены, дорожникам следует ожидать аудита. В этом году, напомню, на ремонт выделена рекордная сумма. Более 45 миллиардов гривен. 11,5 миллиардов только на строительство новых дорог местного значения. В Днепропетровской области без воды остались 10 тысяч жителей в двух военных городках. Черкасском и Гвардейском. В кранах либо совсем пусто, либо нечто ржавое и грязное. И так уже больше месяца. Почему семьи офицеров, защищающих Украину на Донбассе, вынуждены жить в военно-полевых условиях? Поинтересовались наши корреспонденты. В кране, конечно, воды нет. Вода в кранах у жителей военного городка Черкасска появляется только дважды в день, по 30 минут, утром и вечером. За это время люди успевают набрать лишь по несколько литров. Если литр примерно полторы минуты набирается, сколько можно за 20 минут набрать воды? 20 минут – это подача воды. К тому же качество этой воды оставляет желать лучшего. Течет то ржавая, то с песком. Бойли, растиральные машины, водочистные фильтры – все выходит из строя. Вот у меня, допустим, вода бежит, у кухни бежит такая вода, там светлее, у туалета ржавая, а в ванной голубая. Куда я знаю, что я туда ребенка посажу, и он не покроется таким мысом. Пока мужья военные воюют в горячих точках, их жены вынуждены выживать без воды на мирной территории. И так уже целый месяц. Хотя за все счета платят исправно. Питьевую воду покупают ежедневно. На ней же и готовят. Нормально помыться – тоже проблема. Ребенка надо и покупать, и помыть. Он вымазывается, но часто очень. Я живу на четвертом этаже, еще плюс муж в АТО. Вот так вот и носим по три раза в день. Воды нет из-за постоянных прорывов водопровода. По словам председателя поселка Павла Николюкина, он в плачевном состоянии. Трубы даже отремонтировать невозможно. Дыры латают деревянными колями. Капитального ремонта от властей добивается уже не первый год. 36 километров должны были сделаны за 2016-2017 год. Но, к сожалению, из-за нефинансирования проекта, государственной экспертизы, этот вопрос задержался практически на два года. Если не будут выделены деньги и не будут приняты терминовые действия, у нас не только воды не будет, у нас отопления не будет. В такой же ситуации оказались и жители соседнего поселка Гвардейское. Только здесь еще и проблемы с канализацией. Стоками заполнены все подвалы и колодцы. Поступают звонки из зоны проведения операций объединенных сил от офицеров и прапорщиков с метою, чтобы мы тут разобрались с ситуацией. Мы вынуждены сейчас вышукать какие-то решения, потому что селищная рада с бюджетом 2 миллиона в год, она неспроможна в полном объеме обслуговывать. В Новомосковском районном совете, куда военные городки ежегодно отчисляют по 100 миллионов гривен, денег на капитальный ремонт водопровода нет. За помощью решили обратиться к областным властям, пока заказали проект реконструкции. Проект стоит 460 тысяч, это реконструкция всего водопровода. Проплачено на данный момент 160 тысяч. К концу августа проект и статиста будут готовы. Написано письмо на имя губернатора месяц назад о выделении денег 100 миллионов. Пока не выделят деньги, старые трубы так и будут латать деревянными палками. А тем временем терпение людей заканчивается, готовы к радикальным действиям. Богдан Вербицкий, Елена Миндалюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер, Днепропетровская область. И хотя услуги коммунальщиков далеки от идеальных, а суммы в платежках зашкаливают, власти решили существенно сократить субсидии. К примеру, в прошлом месяце затраты на субсидии урезали на полтора миллиарда гривен. Чтобы помочь в оплате коммуналки, выделили чуть больше 600 миллионов. В то время как в июне прошлого года при более низких тарифах расщедрились на 2 миллиарда. В правительстве давно заявляли о необходимости строго проверить всех получателей помощи. Предполагают, что субсидии достанутся не тем, кто действительно в них нуждается. Но вот оппозиционные политики считают, что помимо благой цели здесь есть и другая подоплека. На самом деле цель проверки так называемой субсидии одна, это уменьшить их количество. Уже ясно, что субсидий не хватает по стране. Нечего было поднимать тарифы и сажать всю страну на субсидии. Если у человека квартира больше 120 квадратных метров, представьте себе, семья из шести человек живет в квартире 122 квадратных метров, они не имеют права на субсидию. А один человек, живущий в квартире 119 квадратных метров, он имеет право. То есть вот таких идиотских вообще норм заложили очень много. Единственная цель всего этого, это просто ограничить количество получателей. И уже планы ограничить примерно на 2 миллиона человек получателей субсидий. То есть людей вообще загоняют в нищету. Выход один, в два раза снизить коммунальные тарифы. Я был министром энергетики, у меня и в мыслях не было поднимать тарифы на такую космическую величину, как сегодня подняли. Придется снижать. Судебная битва за спасение памятника архитектуры в Закарпатье. На реконструкцию Невицкого замка в начале этого года выделили грант. Вот только деньги эти использовать не могут. Оказалось, Ужгородский суд лишил замок статуса исторического памятника. Почему, выясняла Марина Коваль. Невицкий замок-форпост Ужанской долины. После большого пожара в 16 веке он пришел в упадок. Сегодня этот памятник архитектуры в аварийном состоянии. Вот огромное предупреждение у входа. Посещение замка на свой страх и риск. Мы даже не смотрим, что там может быть, что обвалится, что-то мы не думаем. Обваливаются некоторые стенки, конфорсы, которые утримают замковые стены. И сруйновался уже дах на малой веже впав. И есть загроза падения с большой вежей даха. В начале этого года на реконструкцию и консервацию Невицкого замка выделили грант. Почти 12 миллионов гривен. И тут оказалось, что по документам замок не замок. Согласно программе Кабинета Министров, это деньги, которые должны освоиться для памятки национального значения. А выявляется по документам, что это просто не житловая строительство. Как будь какие-то кафе, сараи или другой объект. В 2010 году Ужгородский суд по просьбе Каменецкого сельсовета передал Невицкий замок на баланс села. Как обычное, нежилое помещение. В сельсовете, говорят, хотели как лучше. Бачили, что он руйнуется. И имели намер что-то сделать с ним. Поэтому сделали правосновывающие документы. То есть взяли его на свой балансовый облик. А этому передавало год, речное оголошение в реестре без хозяинного майна, который существует в нашей стране. Никто на него не претендовав. Кто кусил на этом замке? Кто прибирал сметан в нем? Прокуратура обратилась в апелляционный суд, чтобы отменить решение о передаче замка на баланс Каменецкого сельсовета. С 2010 года изменился правовый статус. Вы, как орган, который действует охорону, что вы делали 8 лет. Представитель областного управления культурного наследия уверяла, что ничего не знала о передаче замка на баланс сельсовета. Их представителей на заседание Ужгородского суда в 2010 году не приглашали. Тогда же суд не учел еще одно важное обстоятельство. Судом первой инстанции не враховано, что Новицкий замок еще в 2009 году было внесено до перелеку объектов в спільной властности территориальных громад. То есть на момент принятия этого решения судом Новицкий замок не был безхозяйным майном. Апелляцию прокуроров судьи удовлетворили. Решение о передаче замка во владение сельсовета отменили. Но выигран лишь один бой, говорит исследователь Новицкой крепости Александр Дзембас. Пока руины были без статуса памятника архитектуры, рядом начали строить туристический комплекс. Работы ведут до сих пор. Землю приватизировали. Чтобы отвоевать подъезды к замку, придется снова идти в суд. Марина Ковалев, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Высокий сезон. На Буковине в этом году рекордный урожай грибов. Где прячутся боровики? Как отличить съедобный гриб от ядовитого? И когда лучше отправляться на тихую охоту? Наша съемочная группа побывала в самом сердце Карпата. Подосиновики, лисички, сыроежки. В лесах Буковины рекордный урожай грибов. Такого изобилия не припоминают даже старожилы. Вот наш первый грибочек. Не очень большой, но очень красивый. Так мы его собираем, легонько подрезаем, чтобы осталась грибничка. Андрей Грибник со стажем в этом лесу буквально вырос и хорошо знает, как отличить хороший гриб от плохого. Внимание нужно обращать в первую очередь на цвет и запах. А при малейшем сомнении лучше вообще не брать. Есть у ней белый гриб и синяк, звичайный. Он на бату темнейший. Практично я знаю, что у нас в горах эти грибы никто не собирает. Они считаются отруйными. Белый гриб сразу видно. Читкая белая ножка, коричневая шапочка. Приемный запах. У каждого грибника свой секрет удачной охоты делится Андрей Петрович. Но чтобы собрать много грибов, придется потрудиться. Рабочий день у Ольги начинается еще до рассвета. Женщина выживает лишь благодаря лесным дарам. Рассказывает, если не лениться, за день можно собрать до 20 килограммов. Начинается с півтретей ночи, а кончается с 7-8 вечера. Въезжаем с полунины, чтобы привезти все эти даримы. Грибочки, афины, бруснику. То, что зарплаты у нас нет. Мы не на пенсии, молодее. А заработать нужно. Маленькие грибы по 50 гривен за килограмм, побольше по 20. А за трехлитровую банку сушеных боровиков можно получить и 200 гривен. Отбоя от покупателей нет, говорит Ольга. Но такая работа только для опытных грибников. За последний месяц лишь в Путильскую райбольницу с грибными отравлениями поступили два человека. У нас было теперь одно отравление, что дитина до трех ручки. В большинстве, если сырые грибы, печут на печи. Собранные грибы нужно хорошенько промыть и варить минимум полчаса, говорят медики. А подозрительные виды вообще брать не стоит. Грибной сезон в Карпатах в самом разгаре. Любители тихой охоты местные жители приглашают в гости. Природой насладиться и лукошко наполнить. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновицкая область. В Одессе двое полицейских пострадали во время потасовки, которую устроили футбольные фанаты Киевского Динамо и Донецкого Шахтера. Вчера эти два клуба разыгрывали Суперкубок Украины. И традиционно без происшествий не обошлось. У правоохранителей травмы легкой и средней степени тяжести. Один в больнице. При этом полицейские участки были доставлены 14 болельщиков, которые принимали участие в потасовках. На семерых из них составлены административные протоколы. Еще двоих привлекут к уголовной ответственности за хулиганство. Что же касается самого футбола, то победила Киевская Динамо со счетом 1-0. Работа своего завода в новой кафовке снова заблокирована. В выходной день на предприятие ворвались несколько десятков вооруженных людей. Почему продолжается конфликт вокруг предприятия, узнавали наши корреспонденты. Ну а в целом, конечно, работать хочется. Работать хочется активно, так что в смены пойти и нормально работать. Не думать о том, что там надо паспорт делать и уезжать из страны, чтобы заработать. Эти кадры наша съемочная группа сняла в начале июля. Предприятие Каховка Протеин Агро спустя несколько месяцев простое начало работу. Подготовка к сезону шла полным ходом. Руководство вело переговоры о поставках сои. Но работу снова пришлось остановить. Принудительно. Неожиданно. Территорию завода. Через ворота, перебрасывая матрасы, люди вооруженные в форме, в бронежилетах и в балаклавах проникли. И тех сотрудников завода, которые находились, выбросили в прямом смысле этого слова. Кроме этого, эти люди уже сменяют замки в здании. Вы сами в этом успели убедиться. Отключили систему видеонаблюдения. На этих кадрах отчетливо видно несколько автомобилей, из которых выходят около 30 человек. Люди в камуфляже перелазят через ворота, заходят на территорию завода и занимают административное здание. Руководство Каховка Протеин Агро на предприятие попасть не может. Вот. Пытаемся попасть на территорию. Висят большие цепи, новые замки в количестве трех штук. Спустя некоторое время законные владельцы предприятия все же попали на территорию завода. Правда, захватчики уже успели обжиться. Два этажа админздания теперь в полном распоряжении новой охраны. Именно так называют себя эти люди. На сегодняшний день 100% точка стоит в юридическом плане закреплена за Промагра. Помимо этого, ответ хранения у нас. Апелицидный суд Мистакива, Вещерский, поновылый ответ хранения Генеральной прокуратуре на Каховка Промаха. Но почему акт хранения, обновленный судом, исполняют несколько десятков вооруженных людей в бронежилетах, неизвестно. Возникает вопрос и об их компетенции. По информации общественников, захватом Каховка Протеин Агро руководил боец батальона Айдар с позывным Саид. Настоящее его имя Александр Сташко. Свои действия захватчики объясняют решением государственного высшего хоссуда. Но вот приводил в действие его частный исполнитель Евгений Пирожок. Его подпись и печать стоят под постановлением суда. Но проверить деятельность исполнителя невозможно. К слову, в отношении Евгения Пирожка открыто уголовное производство по делу рейдерского захвата предприятия. На данный момент полиция допрашивает фигуранта дела. Да и спор, по мнению адвоката компании Каховка Протеин Агро, проходит между совершенно другими сторонами. И не касается пострадавшего предприятия. А уж тем более более рядовых сотрудников, которые на несколько месяцев остались без работы. Тот договор арендок, по которому уже длительное время, больше года работают наши предприятия и сотрудники завода, он никем не признан недействительным. Хотя, безусловно, есть споры, они находятся в судах. Но результирующих решений нет по этим спорам. И, безусловно, эта позиция не нравится нынешним рейдерам, которые зашли и пытаются удержать и блокировать предприятие. Но мы будем отстаивать свою позицию в судах. Дело предприятия Каховка Протеин Агро рассматривали сразу в двух судах – апелляционном и высшем хозяйственном. Решение о передаче завода компании Каховка Пром Агро выносила скандальная судья Катеринчук. Общественные активисты подозревают служителя Фемиды в коррупции. Они утверждают, судья уже не раз рассматривала дело соевого завода в новой Каховке. По мнению активистов, в деле явный конфликт интересов, и судья должна была взять самоотвод. Впрочем, Катеринчук не отстранили даже после ходатайства адвокатов одной из сторон. Активисты выяснили, судья связана с адвокатом Андреем Богданом, который защищает интересы одной из сторон в споре по соевому заводу. Но кроме того, предприятие Каховка Протеин Агро пытались захватить еще зимой. Сперва произошел вооруженный захват, затем выгнали 150 сотрудников и приостановили производственный процесс. Как выяснилось позже, тогда захватом руководил все тот же боец батальона Айдар Саид или Александр Сташко. Сейчас администрацию завода беспокоят, чтобы завод мог функционировать в будущем. Ведь на территории нет ни одного человека, который мог бы обеспечивать работу важных объектов. На заводе должны находиться персонал, который находится в маслоэкстрационном цехе, на элеваторе. То есть это сотрудники, это рабочие, которые проводят регламентные работы, следят за агрегатами. И в том числе, как я вам говорил, о том, что на заводе находится определенное количество газа. И надо всегда контролировать уровень давления в танках. Но смогут ли сотрудники предприятия проконтролировать безопасность, неизвестно. Завтра их могут не пустить на свои рабочие места. Ведь они уже заняты другими людьми и для совершенно других целей. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. В Кривом Роге сегодня впервые состоялся марш равенства. Около четырех десятков ЛГБТ-активистов собрались в Покровском районе города и прошли по одной из улиц. Для безопасного проведения акции марш охраняли несколько сотен правоохранителей. А место, где проходила акция, не пускали посторонних. Участников и журналистов организованно привезли на автобус. А в Израиле акции протеста в защиту права ЛГБТ охватили уже всю страну. Мужчинам, представителям сексуальных меньшинств отказали в праве иметь детей от суррогатных матерей. И это вызвало волну манифестаций. Все подробности расскажет Сергей Ауслендер. Таких акций протеста в Израиле не было ни во время войны, ни во времена экономических кризисов. Практически перекрыт центр Тель-Авива. Там образовались гигантские пробки, были столкновения с полицией, есть задержанные. В Израиле проходит всеобщая забастовка в поддержку ЛГБТ-сообщества. Все дело в новом законе, который накануне принял Кнессет. Он разрешает суррогатное материнство матерям-одиночкам, но не разрешает мужчинам-одиночкам. И представители нетрадиционной сексуальной ориентации усмотрели в этом ущемление их прав. В забастовке принимают участие представители крупных компаний, представители правительственных учреждений и даже аэропорта. В итоге администрация Бенгуриона была вынуждена, чтобы избежать задержки рейсов, внести изменения в расписание полетов. Кнессет проголосовал против сообщества, не допуская суррогатного материнства для ЛГБТ. Но на самом деле это протест против всех нарушений прав и свобод. А Израиль очень гордится защитой прав ЛГБТ. Но затем, когда дело доходит до голосования за права, парламент постоянно голосует против. Поэтому мы здесь, чтобы показать, у этого протеста есть огромная общественная поддержка. Это забастовка – дело добровольное. Чтобы не ссориться с ЛГБТ-сообществом, а оно имеет в Израиле достаточно большое влияние, руководители компании просто отпустили всех желающих в ней участвовать. Но надо сказать, что руководители, организаторы акции подстраховались и приурочили свои манифестации ко дню 9 авгу. Это день скорби, в этот день были разрушены 1-й и 2-й Иерусалимский храм. Это так называемый выходной пожеланий. Любой человек в эту дату, в этот день может взять отгул и его обязаны отпустить. А сотрудникам с нетрадиционной ориентацией сегодня выходной дали, можно сказать, автоматически. Главное требование участников манифестации – это прекратить дискриминацию по половому признаку. Но тут справедливости ради надо отметить, что в мире и Израиль вообще, и Тель-Авив в частности, считаются одними из самых благоприятных мест для людей с нетрадиционной ориентацией. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала «Интер». Какими будут талисманы Олимпийских игр 2020, появится ли Wi-Fi во всех самолетах, пролетающих над Атлантикой, и в каком американском городе количество супергероев на квадратный метр сейчас просто зашкаливает. Об этом и не только в нашем обзоре. Япония представила талисманы к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио. Две забавные фигурки, Мирайтова и Санэйти, имеют символическое значение и обозначают будущее и могущество. Они были созданы иллюстратором Рио Тонегучи, выигравшим международный конкурс по созданию талисмана для Олимпийских игр. А судьями выступили дети. SpaceX запустила очередной спутник с мыса Канаверал, что в штате Флорида. Сателлит предназначен для обеспечения Wi-Fi сетью авиапассажиров, совершающих перелеты над северной частью Атлантического океана. Компания сообщила, что спутник успешно доставлен на орбиту и уже готов к работе. Оператору одного из гавайских каналов удалось снять захватывающее видео потоков лавы вулкана Киллауэа. В результате этого над побережьями образовались густые облака. За время извержения вулканическая лава уничтожила почти 800 домов, а более 10 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться из зоны стихийного бедствия. В Сан-Диего стартовал международный фестиваль комиксов Comic-Con, где представили трейлеры продолжения популярных фильмов от студии Marvel и DC. В этом году 48-й по счету фестиваль также порадовал новыми анимационными сериалами, которые выйдут в прокат уже к концу этого года. В Лос-Анджелесе полиция взяла по стражу заложника, который забаррикадировался в супермаркете. Подозреваемый удерживал в магазине 6 человек, а перед тем, как сдаться в руки полиции, убил женщину. Сейчас медики осматривают пострадавших, а преступник задержан и ждет окончательного решения суда. Как изменилась лавра за несколько десятков лет? Теперь это может увидеть каждый. В одном из храмов Киево-Печерской лавры открылась выставка, посвященная 30-летию ее возрождения. Детали узнаем от Юлии Жешко. Выставку открыли в трапезном храме. Сегодня с самого утра здесь проводят экскурсии. На фотографиях можно увидеть, каким предстал монастырь в то время, в какие стены вошли монахи, когда открылся монастырь. Это по сути были руины, многие здания были разрушены почти до основания. Отбирались фотографии из различных архивов, и государственных, и частных, и монастырских, и зарубежных. В 1961 году советские власти закрыли Киево-Печерскую лавру, и почти 20 лет здесь был музей. На месте нынешнего Успенского собора был полуразрушенный фундамент. Священнослужители уверяют, с тех пор сделали многое, но и этого недостаточно. Мы только начали. Я думаю, что не только на мой жизненный век и на другие моменты жизни других на месте, что еще совершать, а самое главное, чтобы мы послужили народу для воссоединения, послужили для прекращения войны. За восстановление храмов и пещер лавры в первую очередь благодарят монахов и верующих. Мы прикликаны для того, чтобы молиться Богу за себя и за весь людский род. Это покликание монахов. Киево-Печерская лавра является сердцем не только нашей государства, Украины, она является сердцем всей Руси. Потому что тут приняли хрещение те народы, которые сейчас представляют собой разные государства. По словам митрополита Ануфрия, с 60-х по 90-е Киево-Печерская лавра пережила свои худшие времена. Заходя даже на территорию лавры, присутствует, просто-напросто охватывает даже какое-то необыкновенное чувство того, что этому святому месту нашей святыне более тысячи лет. На протяжении сотен лет храмы на Печерских холмах посещают верующие разных конфессий. Несмотря на все разрушения и гонения, которые пережила Киево-Печерская лавра, древние святыни все же удалось сохранить. Но, по словам священнослужителей, чтобы восстановить лавру полностью, нужен еще не один год. Юлия Жешко и Даниил Косаковский. Подробности. Телеканал Интер. Как будут развиваться события, следите на нашем сайте подробностей. Приятного вам вечера и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok